Технический период. Следующая остановка. Улица Париха. Какая красота. Лучок заходящего солнца. Матерь Божья. Обвинение по делу об экстремизме запросило для Алексея Навального 20 лет заключения особого режима. В таком режиме держат всяких маньяков и людоедов. Мрачные времена, дорогие друзья. Добрый вечер. С вами снова я, Захарыч Блажанный. Приглашаю вас в трамвайную прогулку по Москве, к Лептосу. И предлагаю вам подумать вместе со мной, нормально ли это, когда пожирают людей по политическим, безусловно, мотивам. Причудливо изгибаются красивые московские улочки и все тихо, приятно и безмятежно в этом городе. За решеткой томится множество достойных людей. Полковник Шандаков Михаил Анатольевич, шаман Александр Кабышев. Потому что карательная психиатрия – это те же самые репрессии, только еще хуже. И вот, друзья, во время этой поездки вы увидите и музей ГУЛАГа, и музей Толерантности. Просто безмятежная поездка по Москве. Но хочу вам сказать, что это ужасно. Все происходящее – это мрачный средневековый ужас. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд. Описание подскажет, как. Там же в описании ссылка на два телеграм-канала. Подпишитесь, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Это все на самом деле мрачно и ужасно. Я искренне сочувствую всем узникам политических репрессий, всем жертвам политических гонений. Боже, как много людей страдает. Сколько балкончиков! Улица Образцова. Будьте осторожны при выходе к заходящей части. Следующая остановка. Дворец Путурнии, Неравистик музей и Центр Толерант. Дворец Путурнии, Неравистик музей и Центр Толерант. Будьте осторожны при выходе к заходящей части. Следующая остановка. Как страшно выглядит этот двор. Какой-то плац. Такие тона у фасада. Мода на ворота, мода на заборы. Зачем вот эти заборы вокруг каждого двора? Зачем? Почему все так стремятся отгородиться и сидеть за изгородью? Странное соседство дома панельного с домом постперестроечным и с домом дореволюционным Москва. Вот что могу поделиться с вами, друзья, этой прогулкой. Такой заманчивый изгиб улицы и странный перекресток. Все под какими-то углами. Вроде бы красиво, но столько разных стилей в архитектуре этого города. Не сравнить с каким-нибудь Миланом, где все дома выполнены в схожем стиле. Какой строгий стиль. Это воздание окажется дореволюционным, но нет дом современный. Бетонный. Будьте осторожны при выходе на пронечную часть. Следующая остановка улица Образцова. Володская. Будьте осторожны при выходе на пронечную часть. Следующая остановка. Добавляйте пост. Слушайте, водитель на разуме. Валю, пока. Музей квартиры Достоевского, дорогие друзья. Вот этот желтый дом. Каждый раз, когда я сажусь в трамвай, я испытываю большое удовольствие. Посмотрите, какой особняк с колоннами. Это особняк весьма благородного лица. Академия. Быть осторожны. Такие интересные изгибы трамвайных улочек. Такие милые, и вот труба. Бахметьевский автобусный парк, друзья. Заходящее солнце слепит и тишь московских дворов. Минутка на отдых. Какая трамвайная разбилка. И так в трамвае Москва, казалось бы давно знакомый город, оборачивается с совершенно неожиданной стороны площадь борьбы. Что это такое? Как будто бы я переместился в другое время, неожиданно для самого себя. В Москве трамваи все новые, в идеальном состоянии. Москва вылизанный город, прямо как елочная игрушка. В то же время в Краснодаре трамваи это основной вид транспорта. И в Краснодаре трамваев очень много, но там они такие старые, в таком ужасном состоянии. Россия не должна быть такой. Где-то густо, где-то пусто. Мы все имеем права на комфортную жизнь. Вот, черный терьер. Прекрасный пес. Единая Россия. Электрические суда. Они работают для пассажиров круглый год. Теперь поездки еще удобнее и экологичнее. Подробнее. На едином транспорте в Наталье и на сайте ОС. Это музей ГУЛАГа. Варлам Шалам. Самотерский переулок Музей Истории ГУЛАГа. По требованию. Следующая остановка Селехневская улица. Выход. Но я уже заморили людей. По требованию. Для выхода. Необходимо заранее подать сигнал. Метро Достоевская. По требования. Следующая остановка. Улица Достоевского. По требования. Для выхода. Необходимо заранее банать сигнал водителя от нажатия кнопки «Наборочные». Обязательно приедем. Брежневские панельные дома перемежаются со сталинским ампиром и с дореволюционными домами доходными, реже усадьбами. Стоит следить за контролерами. Театр зверей, уголок дедушки Дурова. Какой крутой изгиб совершает наш трамвай отважный. Туда дальше театр советской армии. Какие красивые в столице парки. Как интересно смотреть на другие трамваи и на прохожих. Прекрасные панорамы московских улиц. Там дальше садовое кольцо. Московская кафедральная мечеть. В лучах заходящего солнца. Улица Дурова. Умные волосы. Хоть я и называю этот град клептосом, но иногда так хочется побродить по его заманчивым улочкам. Посмотрите, ограда, увешанная вьющимися растениями. Путешествие на трамвае по столице может быть весьма и весьма увлекательным. Тут много нового можно узнать о городе, о его жителях, о транспорте. Посмотрите, какой великолепный трамвай, дорогие друзья. Какие разные лица на улице. Цветы, цветут газоны. Улица имени Келеровского, автора «Москва» и «Москвичи». У моего коллеги по газете «Вечерняя Москва». «Разболит» «Соции» «Разболит» «Обязательно приедаете свои билеты из лимитной или социальной карты. На линии работы и контроль». «Истилица». «Пошлиные люди», «Пассажиров». «Москвичи». «Москвичи», «Вечерняя Москва». «Напролит» «Электриловский, «Разболит». «Напролит» «Пешкие,нице», «Пешкая,нице» Продолжение следует... Название осталось, а сам спорткомплекс уже снесли. Продолжение следует... Очень печально наблюдать, в каком состоянии прибывает вот этот вот старинный дом, усадьба Сычево-Клининых. В Москве это все-таки исключение, но по России это норма. Блин, так быстро улетает и не успевает.